Находимся недалеко от острова Кабельного, а если быть точной, то на нём. То есть вот под нами сейчас суша. Дома затоплены уже достаточно высоко на сегодняшний день. Гидромедцентр местный даёт отметку 570 сантиметров. Ещё вчера уровень воды здесь был 562. На этом острове и на Большом Уссурийском, и на других островах в районе Хабаровска постоянных жителей на этих островах сейчас уже нет. Но некоторые самые упорные дачники до последнего не хотят бросать свой урожай. Я ждала до последнего, что завтра, сегодня уже уйдёт вода, и тогда можно пережить. Яблоки ещё висят, сливы тоже, виноград висит. Очень жаль. У меня всё ушло. Я провязался там. Душ, туалет, крыльцо всё поторвало. Сотрудники МЧС объезжают регулярно и смотрят, не осталось ли людей в таких посёлках. И тех, кто желает выехать на катерах, без проблем вывозят при первом же заявлении. Бывает, что люди звонят, бывает, что машут руками. Как в сегодняшний случай. День, ну, по два, по три человека. Когда был самый большой пик, тогда людей было больше. Сейчас меньше. Наводнение в Хабаровском крае сейчас переживает так называемую четвёртую волну. И сейчас всё решит ураган Кросса, который двигается со стороны Китая. Там он уже вызвал масштабное наводнение. Здесь он уже вызывает вот такие вот осадки, пока не очень обильные, но всё же вызывающие повышение воды в сутки примерно от пяти сантиметров и больше. В Хабаровском крае уже тщательно готовится. Заведомо были сделаны дамбы, которые удержат наводнение. В этот раз были сделаны различные предупреждения для того, чтобы избежать таких последствий, какие здесь были в 2013-м.